Насколько я понимаю, там шлейф нефтяной, в Черном море, и оттуда ставят уже вышки нефтяные, и они будут, в первую очередь, энергоресурс. Никто не отменял, как бы не печально это звучало, мы еще не перешли на водородное топливо, и даже не перешли на технологии на основе Николы Теслы, это все дело будущего. А пока что мы, опять же, суем трубу в землю и качаем углеводороды. Там есть углеводороды, которые мы используем, будем использовать, где ставят вышки. Это единственная, ну, как бы одна из статей дохода. Чтобы развить это, это же надо инфраструктуру эту нефтяную туда завести, все трубы, там продавать в Турции, какие-то части, ну, и на полуостров сам гнать, ну, там, возможно, в Болгарию, там еще куда-то, ну, по странам, Румынию. Это статья дохода. Естественно, надо туда вкладывать. Чтобы качать и очищать нефть и делать из нее бензин, нужно ресурсы. И это нужно вкладывать. Статья номер два. Это туристическая статья расхода. Уровень сервиса низкий. Низкий при высоких ценах. Естественно, его надо, ну, повышать. Это тоже статья расхода, которая на России с бюджета наверняка будет выделять много денег, для того, чтобы повысить уровень, ну, привлекать частных инвесторов, делать благоприятный климат для бизнеса, для туристического бизнеса в Крыму. И это будет тоже, в свою очередь, когда все будет налажено, приносить хороший доход казну в России. Потом поля у нас есть. Там никто эти поля не отменял, которые можно засевать, вот эту целину. Сельскохозяйственные угодья, огромные территории. От Армянска до Айпетри. Все, пожалуйста, вот эти куски земли. Там можно выращивать яблоки, фрукты, там что угодно. Виноградники можно посадить. Пожалуйста, можно сделать там, ну, там же прекрасные виноградники в Крыму растут. Делать их больше, делать поля. Это тоже массандровские, там никто не отменял вот эти вина. И все, и прекрасно все это делать. Что еще? Ну, вот даже если эти три направления Крыма взять, вложить туда, и потом получать от этого, это будет очень здорово. А потом построят мост, насколько я знаю, он будет очень хорошо связывать Таманский полуостров с Керчью. И сейчас будет, не как сейчас паромчик ходить, да, который там затрудняет передвижение в целом. А мост наладит экономическую связь. Быстро вывозить товар, быстро привозить товар, водопровод провести, все. И это будет, ну, питать Крым. Он будет, как бы, подключен к серьезной артерии, благодаря этому мосту. Ну, так вот. Вот такие перспективы у Крыма.